Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Заметят ли россияне отказ визы обслуживать пластиковые карты? Блондинки подождут. В музее Модерна покажут коллекцию истинных предпочтений джентльменов. Главный футбольный праздник планеты все ближе. До чемпионата мира осталось 987 дней. И этот четверг уж точно войдет в историю подготовки к мундиалю. Именно сегодня вышла ограниченная серия марок «Россия в чемпионатах мира». Прошлую серию коллекционеры раскупили всего за два часа. Сколько времени ушло на это сегодня, узнала Валерия Макарова. Старт дан. В свет вышла новая серия марок к чемпионату мира FIFA. Единственный бразилец, который в прямом смысле приложил к этому руку – Жозе Феррера. Легионер крыльев советов теперь очень горд. Конечно, мне очень приятно присутствовать здесь. И, конечно же, я пошлю письма с марками, своим друзьям и семье. Уникальность события еще и в том, что сам штемпель необычный. Он изготовлен специально для Самары. Сейчас в каждом городе организаторы мундиаля гасят новые марки. Для филателлистов это редкий праздник. В свое время в СССР выпускались марки. И теперь вот они, как получается, марка на марке, этот выпуск. Ну и памятное гашение, посвященное выходу этих марок. Штемпель действует один день. Поэтому приехал из Саратской области, чтобы послать письма по России. Ограниченная серия состоит из шести марок. На каждой изображена копия марки времен СССР. Их выпускали в честь участия страны в чемпионатах мира по футболу разных лет. Желанный экземпляр в коллекции филателлиста. Вот эта спортивная тематика, спортивный дух, он захватывает не только на, скажем так, спортивной арене, но и вот уже в таких определенных коллекционных вещах, как марки. После официальной части штемпель отправился в главпочтам на Ленинградскую. Именно здесь все горожане могут купить и погасить новые марки. Здесь же Александр Казаченко рассылает письма своим друзьям-филателлистам по всей России. Чтобы порадовать близких в других городах, письмом с уникальным штемпелем, уникальной маркой нужно поторопиться. Ведь марок таких в Самаре только 500, и половину из них выкупили за первый час после старта продаж. Как видите, нам все-таки повезло, и мы успели. Валерия Макарова, Максим Гусев, Алексей Золотенков. События. Десять человек эвакуировали из охваченных огнем торговых павильонов. Сегодня, во второй половине дня, в Самаре загорелся птичий рынок. Павел Баймаков на месте выяснял подробности. Пожар на птичьем рынке вспыхнул около двух часов дня. По словам очевидцев, гореть начал один из контейнеров, где торговали поролоном. Его владельца на тот момент на месте не было. Ребята подтаскивали огнетушитель из контейнеров. Все, у кого чего было, там, порошковые все подсоединили. Тут есть специальный пожарный гидрант, уже подсоединили, начали поливать. Но пламя разгоралось вообще мгновенно. Контейнеры вспыхнули прям махом. Пластик и дым, черный дым, столб. Пожарные подоспели через несколько минут. К этому времени огнем были охвачены уже почти 10 контейнеров, торговавшие в основном пластиковыми трубами и шлангами. Происходило сильное задымление территории с выделением достаточно недовитых веществ, особенно при горении поролона. На месте вызова работало 12 единиц техники, 63 человека личного состава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины ЧП еще предстоит установить. На рынке же ходят слухи о поджоге. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. Павел Баймаков сегодня не только стал свидетелем ликвидации пожара на рынке, но и успел выяснить, почему утром в Самаре звучал вой сирен. Внимание! Проводится комплексная техническая проверка региональной и местных систем оповещения. Ложиться, стоять или бежать и искать укрытие. Что делать, когда слышишь вой сирен? Главное, говорят, в Центре гражданской обороны не паниковать, а постараться найти радиоприемник, который есть во многих телефонах, или телевизор и прослушать информацию. Утренний сигнал в Самаре был учебным. Систему оповещения в регионе проверяют дважды в год. Как правило, это первый способ предупредить жителей об опасности в случае авиаудара или, скажем, наводнения. Здесь, в Центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, об этом узнают первыми. Оперативный дежурный центр, получив необходимую информацию, принимает решение в соответствии с действием по инструкции и запускает. По времени это происходит буквально считанные секунды. И доводится, значит, до буквально всех городских округов нашей области и до муниципальных образований. На сегодняшний день в городах и селах региона установлены почти 600 сирен. Запускаются они, как правило, автоматически. По данным Центра ГОИЧС, электронное оповещение охватывает более 90% населения. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. Проверка на прочность. Первый день октября стал днем, когда американская платежная система ВИЗА поменяла порядок обслуживания карт для российских банков. И более того, отказалась от их гарантированного обслуживания. Что задолго до часа икс породило разговоры о возможных проблемах. Впрочем, в национальной системе платежных карт уверяют, эти слухи сильно преувеличены. Россияне никаких перемен не заметят. Но что же делать, если все же возникнут трудности? Узнал наш корреспондент. Первый октября. День Икс для российской банковской системы. С этого дня компания ВИЗА отказывается от гарантированного обслуживания операций по картам российских банков. Его на себя берет национальная система платежных карт. Эксперты уверены, это не приведет к сбоям. Слухи о возможных проблемах, сильно преувеличены. Трудностей у держателей карт ВИЗА не возникнет. В настоящий момент все банки, прямоучастники, отправляют запросы по российским операциям по картам платежной системы ВИЗА в процессинговый центр национальной системы платежных карт. Нужно сказать, что иногда возникает единичное случай ошибочного направления запросов в платежную систему ВИЗА. И именно поэтому банкам было направлено уведомление о необходимости дополнительного контроля и устранения подобных ошибок. Компании ВИЗА и Мастеркард обслуживают подавляющее большинство карт в России и в Самаре в частности. На эти карты перечисляются зарплаты, пенсии, социальные пособия. С помощью них люди перечисляют платежи за различные услуги. Проблемы могут возникнуть у владельцев карт тех банков, что не успели перевести операции с деньгами в НСПК, комментируют специалисты. Самарцы изменения на себе не почувствовали. У меня пенсионная карта, за границу я сейчас уже не езжу. У меня никаких проблем не возникает, никогда. Пока не сталкивалась. Если не сталкиваюсь, то, конечно, может быть, и буду опасаться. С карты я перевожу на другие банковские карты, оплачиваю коммунальные услуги, оплачиваю интернет, расплачиваю еще в магазине. Всегда все хорошо, у меня никаких нареканий никогда не было. Всегда. То есть я спокойно снимала деньги в любом количестве. Если проблемы с операциями по карте все-таки возникнут, эксперты советуют обратиться в банк, который карту выдал, либо попробовать повторить операцию через некоторое время. Деньги никуда не утекают. То есть даже если есть проблема с обналичиванием денежных средств, то есть в любом случае вы обращаете в банк, и банк будет гарантом того, что сможет помочь вам решить текущую проблему. Банки же в первую очередь заинтересованы как можно быстрее перевести денежные операции в национальную систему платежных карт, пока клиент не ушел к конкурентам. Сергей Кизоркин, Марина Матвеяшина, Алексей Золотенков. События. В Самаре продолжается работа по реализации стратегии развития города 2025. Сейчас участники сессии, политики, ученые, общественники и активные горожане обсуждают первые результаты. Прорабатывают конкретные проекты, знакомятся с опытом других городов. Работа идет по десяти направлениям. Особое внимание аэрокосмической отрасли. Обсуждают и развитие транспорта. Это особенно актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. Самарская стратегия была одобрена на федеральном уровне. В прошлом году ее признали лучшей в стране. Конкуренция между субъектами, между крупными городами по Волжье возрастает, скажем так, из года в год. И я надеюсь, что результаты сегодняшней сессии и сама стратегия, которая, безусловно, является живым таким организмом, который должен меняться, должен корректироваться, исходя из реалий сегодняшнего дня, позволит нам вот эту конкурентоспособность нашей Самары поднять на более высокий уровень. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Спасательная операция на одном из самарских предприятий. Пострадавший – котенок, который застрял между бетонными блоками стены и жалобными укол. Сотрудники, вооружившись инструментами, начали эвакуацию усатого бедолаги. Освободить котенка удалось только через сутки. В Самарской области нашли 6 тонн просроченных продуктов. Сотрудники Роспотребнадзора с начала этого года проверили почти тысячу магазинов. Нарушители оштрафовали на 4,5 миллиона рублей. Строительство Алабинской завершат к 2017 году. К этому же времени должны прорыть тоннель до следующей станции метро Самарской. На все работы планируют потратить миллиард рублей. В Самаре, как и по всей стране, началась осенне призывная кампания. Она продлится до конца этого года. Задача набрать 2,5 тысячи солдат срочной службы. Главное новшество этого года – призывников переоденут в одежду, продам войск уже на сборных пунктах. Так что новобранцы сразу будут знать, где им предстоит служить. Самарцы примут участие во всероссийской микропереписи населения. Для того, чтобы горожане не стали жертвами мошенников, переписчик должен предъявить удостоверение и паспорт. Также у него должна быть сумка синего цвета и синий светоотражающий браслет с логотипом Росстат. Дождались во дворе Самарской многоэтажки, что на Георгия Димитрова, закончили реконструкцию теплотрассы. Этот участок обветшал и давно нуждался в ремонте. Но жители не были готовы к тому, что ремонт затянется на несколько месяцев. Марина Матвейшина на месте разбиралась в ситуации. Раскопки во дворе уже порядком надоели жителям многоэтажки по улице Димитрова. Ремонт теплотрассы, по их мнению, слишком затянулся. Вот это вот грязь, вот это вот, ну кому это, это понятно, что очень неудобно. Детям вообще гулять негде. Завалили всю площадку, завалили нам всю парковку. Поначалу работы шли очень бойко и продуктивно. Жители только радовались. Зимой и тепло в домах будет, и перебоев с горячей водой удастся избежать. Однако на полпути все замерло, люди забеспокоились. Скажите, пожалуйста, когда будут закончены эти работы? Мне вот дали график. Последняя дата стоит 9 октября. Это уже вывоз мусора. Задержку по срокам в предприятии тепловых сетей объясняют несвоевременной поставкой необходимых стройматериалов. Но уже сейчас причин для волнения нет, заверяет директор ОАО ПТС. До начала топительного периода все работы там будут закончены. Соответственно, жители, которые там находятся, не должны переживать с точки зрения организации отопления и горячего водоснабжения в отопительный период. А горячего водоснабжения мы там в принципе не прекращали. Там был временный трубопровод проложен для того, чтобы там все были с горячей водой. Подвижки в ситуации начались после вмешательства городских властей. Первый заместитель главы городской администрации Владимир Василенко несколько раз выезжал на место проконтролировать ход работ. За эти безобразия, которые были по этому объекту, подряд на организации будут применены штрафные санкции в полном объеме, как к юрлицу. В первую очередь к началу учебного года закончили работы в школьном дворе. Сейчас приступили к следующему участку. Переключились с временной схемы на постоянную. Работы вышли на финишную прямую. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. Председателей ТОСов научат быть лидерами. В Самаре начались семинары для общественников. В школе актива лидеров председателям ТОСов расскажут, как можно жизнь в микрорайоне сделать комфортной и уютной. Территориальные органы самоуправления – это первое звено власти. На них должны опираться и депутаты райсоветов, городской думы и председатели администрации. Ведь именно ТОСовцы каждый день встречаются с жильцами и знают, чем дышат дом, двор и микрорайон. В Самаре сегодня 76 ТОСов. Обучение организовано по городской программе. Сначала теория, потом практика. Это могут быть проекты, направленные как на решение каких-то бытовых проблем. Это могут быть проекты, направленные на решение в большинстве своем социальных проблем. Ну, таких как, допустим, очень распространенные проекты по профилактике негативных явлений, по пропаганде здорового образа жизни, по созданию доступной среды. Недаром федеральный закон трактует ТОС как самоорганизацию граждан. И председатель фактически является тем лицом, который на территории своего микрорайона помогает жителям реализовать свои инициативы, донести до администрации всех уровней и воплотить в жизнь. Поэтому, наверное, ТОСы играют большую роль именно во взаимодействии администрации всех уровней. В бой идут одни старики. 1 октября во всем мире отмечают День пожилого человека. Во всех районах Самары сегодня чествуют тех, кому за 60. Но зачастую люди серебряного возраста и сами дадут фору молодым. Марина Матвейшина восхитилась импровизированным шоу «Голос» дворового масштаба. Каждый вечер с трех до семи, даже зимой, во дворе многоэтажки по Карлу Маркса концерт для всех желающих. В программе все хиты довоенных и военных лет. Какую песню душа просят, ту и споют. Пенсионеры и сами не заметили, как стали звездами. Да мы мурлык или вперед мурлык, скучно же так сидеть, разговаривать. А это мы попоем немножко. Мы по молодости всегда гуляли с сестрами, всегда песни. Репертуар постоянно обновляется. Каждый день певцы разучивают по две новых песни. За это отвечает Николай Столбов. Однажды он услышал, из соседнего двора доносится пение. С тех пор жить, говорит, без хора не может. Я прихожу сюда, в этот коллектив, никакой. Начинаем петь, все, другая жизнь, другое влечение, ничего не болит. Я счастлив, что, хоть и в годах, но счастлив, что вот встретился с такими людьми. Искреннее и душевное пение никого не оставляет равнодушным. Прохожие, пробегая мимо по своим делам, даже шаг замедляют. Молодцы, здесь всегда они сидят. А некоторые не просто наслаждаются пением, но и сами не стесняются подпевать. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События. Донор. Это звучит модно. Самарская станция переливания крови пополнила свои запасы больше, чем на 100 литров. Благодаря студентам Аэрокосмического университета. ВУЗ – один из лидеров донорского движения. Почему в СГАУ быть донором престижно, выяснила Валерия Макарова. Чертежом газа турбинного двигателя. Их не испугать, да и голок они не боятся. Среди студентов Аэрокосмического университета много тех, кто кровь сдает первый раз. Организм у всех реагирует по-разному, но рядом и внимательные врачи, и волонтеры, и друзья с чашкой бодрящего чая на готове. Чаечек помогает. Ну нет, на самом деле нормально себя чувствует, это порадовало. Ты же не знала, как я буду себя чувствовать. Чуть-чуть покружилась голова, но совсем чуть-чуть, поэтому ничего страшного. Это несложно, а кому-то действительно может помочь, поэтому почему бы не прийти, не знаю, скрость. Новички донорского движения в СГАУ появляются каждый год. Они говорят, это как минимум интересно, и группу крови узнаешь, и делаешь доброе дело. Каждый донор получает подарок, какой именно решает случай. Самый желанный сувенир – теплый шарфик. А сегодня можно даже сердце проверить. Врач с помощью кардиовизора сделает это за пару минут. На заседании Координационного совета по донорству крови ВУЗ был отмечен в числе ведущих по развитию молодежного донорства крови в Самаре. За те пять лет, что донорские акции проходят в СГАУ, кровь сдали больше тысячи студентов. Статистику доноров ведут здесь вот в такой необычной форме. Как мы видим, лидирует первое положительное. А вот восклицательные знаки стоят здесь неспроста. Да, именно этих групп крови сейчас больше всего не хватает на станции переливания. Как оказалось, пришел даже человек с самой редкой группой крови. Четвертая отрицательная. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Картины, куклы, расписные тарелки, бисер и еще десяток материалов для творчества. Больше ста поделок прислали воспитанники детских домов Самарского региона на ежегодный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерок». Проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. И сегодня главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан наградил участников и победителей. Пять лучших работ уже отправились в Ульяновск на следующий этап конкурса. И, конечно, это нашим воспитанникам детских домов пригодится в жизни. Умея делать своими руками, они это всегда могут использовать и в будущей своей работе, и в обучении своих же детей в последующем. Это очень нужно и полезно. Мне понравилось, потому что там можно сделать красочные работы, можно интересно оформить, и чтобы другим людям было интересно, что у тебя там. Без чего не может жить настоящий мужчина? Может быть, без воска для усов или игорного стола? Для истинных Дэнди конца 19-го столетия ответ очевиден. В Самарском музее Модерна открылась выставка, посвященная тем, кто в позапрошлом веке правил бал. Или, выражаясь языком современным, был звездой вечеринок. О джентльменах, которые предпочитают любить, играть и стрелять, репортаж Юлии Черняевой. Джентльмены предпочитают и, если не блондины, кто, вероятно, какие-то другие мужские хобби. Вещи, представленные на выставке в музее Модерна, порой вызывают неподдельную зависть у женщин. Я рада, что мужчины продолжают играть в шахматы, в шашки, в домино. В карты, правда, нечасто, но, по крайней мере, мы эти вещи наблюдаем в жизни. Так что, и любить женщин, да, это тоже один из признаков, что мужчины сохранили свою доблесть. В изящности того быта, того времени, потому что это было доступно только достаточно состоятельным людям, поэтому это вызывает еще какую-то долю интереса. Штуцеры и ружья, пистолеты, портмоне, трубки и запонки, гравировка и инкрустация, патронташи и прочие аксессуары охотников. Есть здесь и маленький стеклянный столик с картами и мелом, за которым, вероятно, однажды кто-то мог проиграть свое состояние. Много каких-то диковинных вещей, типа воска для усов, там, или опасные бритвы, которыми сейчас уже не пользуются. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые, мне кажется, интересны мужчинам, но в то же время это такая полноценная часть первого этажа музея, да, где есть и бадуар, столовая, кабинет. Выставка расположена в так называемой «Малой мужской гостиной». Многие экспонаты представлены публике впервые. Юлия Черняева, Артем Сулайманов, События. Красота по-русски и не только. В Самаре, в выставочном центре «Экспо-Волга» открылась 11-я международная выставка индустрии красоты «Шарм-профи», которая продлится 4 дня. Подробности в нашем следующем сюжете. Красота спасет мир. Уверены организаторы выставки, как и 3000 человек, которые пришли сюда в день открытия. Среди популярных направлений этого сезона особое место занимает перманентный макияж. У нас клиенты радуются, они красивые, они приятны им видеть себя в зеркало по утрам. Это не замена косметики, это просто создано для того, чтобы женщинам быть уверенным в себе и выглядеть красиво. Все новинки индустрии красоты в одном месте – маникюр, мейкап, спа-технологии. Чудеса преображения можно испытать на себе. В зале специалисты, которые нон-стоп, все дни выставки проводят обучающие семинары, мастер-классы, конференции, чемпионаты для всей индустрии. Красоты – это серьезные профессиональные события. Очень отрадно, что данную выставку посещают не только жители нашего города, профессионалы нашего города, но и, в общем-то, жители других городов. Участие в выставке принимают десятки компаний из 15 регионов России и не только. В этом году среди участников и гостей из Казахстана. Выставка продлится 4 дня в Экспо-Волге. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Самара ГИС» Субтитры подогнал «Самара ГИС»